Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня первый день лета, 1 июня 2019 года. Я предлагаю вам просмотру следующую серию, четвертый фильм по теме приколов от археологов. Приколы продолжаются, кто больше? Первый фильм был древний Астраханский курган или потоп 19 века. Второй археология для Буратин по раскопу у Паганкиных палат в Пскове. Третий новый стёп от археологов и продолжение темы глиняных раскопов и древних древностей, племенных племен, курганов курганных от исторических историков продолжается, градус повышается, либо время сжимается и синхронистичность хлещет кнутом, подстёгивая события, либо наши каналы смотрят внимательные археологи и историки, чтобы не отставать от темы глиняного потопа 19 века и вовремя его, эту тему, увести в сторону. Подбрасывают в топку информационного поля новые сюжеты. Но начну с благодарности бдительным зрителям моего канала, просыпающимся соотечественникам. Благодарность нашим соотечественникам за рубежом. Жаль, что не справятся с лавиной информации, которая приходит мне от вас в письмах, как подтверждение многих гипотез моих и других исследователей и по ядерной войне в середине 19 века, и глиняном заносе городов, и по Брандмауэрам, и многим другим темам и открытиям. Я рада тому, что вы сами начинаете видеть и замечать то, что было замылено от глаз, от сознания, но вроде всё на виду, а никто не обращал внимания, а теперь люди массово просыпаются. Однако, когда приходят новости от археологов, которые комментируют, либо они сами, либо новостные СМИ, то тут, то там, мне это начинает напоминать ёмкую фразу выдающегося философа мира. И будем дальше гордо делать внимание, что ничего не происходит. Итак, продолжаем. Прислали ссылку на статью в дополнение по астраханскому, так называемому кургану. Помните, в предыдущих фильмах я читала с экрана выдержки из статей по раскопкам в Астрахани, место, которое назвали древним курганом. Комментарий прислала Яна Солнце. Галина, здравствуйте. Вот здесь есть статья от непосредственного участника этого события, одного из археологов, проводивших раскопки. Здесь много фотографий с места событий. Ссылки на эти статьи будут в описании под этим фильмом. Дальше продолжаю комментарий. Этот товарищ назвал вас одной тетей, снявшей какое-то видео об этой находке. И упорно доказывает, что это так хоронили в позе эмбриона и с баранами у изголовья. И черепа специально вытягивали у младенцев тугими повязками. Больше всего мне в первой части понравилось, что там типа сначала грабители раскопали эту могилу, кое-что унесли и обратно закопали. И то, что прям вот так раскапывают и сразу дату захоронения называют. Там таблички что ли лежат. Это начало нашей эры, а это средние века. Итак, наше видео смотрят и реагируют. Статья «Вся правда о сенсационной находке археологов под Астраханью» в комментариях, которые Яна Солнце задала несколько вопросов археологу, автору статьи. Вот эта статья «Немного правды об археологических раскопках в Астрахани». Это статья действительно человека, который принимал участие в этих раскопках. Действительно, это очень тяжелый труд археологический. Он даже физически тяжелый, этот труд. Здесь требуется выносливость. Но я хочу опять-таки обратить внимание. Я вижу здесь целую субстанцию. Это не культурный слой. Это не какие-то налеты пыли или еще чего-то. Это чистый такой вот засып, чистая глина с песком. Про эту фотографию автор говорит, что да, так захоранивали в позе эмбриона. Вот в других местах захоранивали без позы эмбриона. Опять я вижу глину чистую. Это говорит о том, что это не культурные слои, это не селевой поток, это какая-то другая история с этой чистой глиной, о которой я скажу чуть позже, вот как идея, откуда она может взяться. Именно чистые слои глины без примесей. В Москве такая же глина. Она может отличаться по цвету, но вот эти целые метровые слои чистой глины. Есть засыпы, завалы, именно похожие на селевой поток. Это в зависимости от местности. Это на юге так. Я уже говорила и повторяюсь, потому что многие задают в комментариях одни и те же вопросы. Вот они археологи. И я обращаю внимание опять-таки на вот эту чистоту однородности вот этого слоя, который они откапывали. Ну и еще на то, что здесь не видно кургана. Археолог считает, что курган просто растекся. Но почему-то они не растекаются. Они не растекаются в других местах. А здесь он что-то растекся. Вот здесь нет никакого кургана. Чистая ровная земля, судя по постройкам. Без особой растительности. Даже там, вот вдалеке, возле здания. То есть если здесь можно сказать, допустим, все это срыли, то возле здания и того, и другого ничего не срывали. И здесь вот не глубоко скелет найден. А здесь поглубже. Даже если здесь рыл ковш, и вот так вот обрезал этот костяк, то он все равно лежит как-то неестественно. Вот ровная земля. Дальше здесь есть комментарии как раз вот от Яны Солнца. Здравствуйте. Можно несколько вопросов от дилетанта? Как вы сразу при аэроскопе определяете дату захоронения? Там таблички «Родился-умер, что ли, рядом?» Для чего младенцам стягивали головы тугими повязками? Почему у всех скелетов такие неестественные позы с переломанными костями, вывернутыми руками? У одного рота открыты крики. Это как? Вы точно раскапываете яму именно там, где лежат скелеты? Как вы узнаете, где копать? Вы говорите, что это раскопки кургана. Но курган – это земляная насыпь. Здесь у вас не видно никакой насыпи. Везде ровное поле. Да и фермер начал копать на ровном месте яму, а не курган раскапывать. Это у вас в первой части написано. И тут же в начале нас ждало большое разочарование. Курган был скрыт еще в древности, в эпоху равния в железо. Ну и вот он отвечает, автор. Да, они искренне в это верят. Досировки определяются несколькими методами. Самая простая из них – аналогия. Мы точно знаем, как выглядело захоронение того или иного периода. Вот у них аналогия. И они точно знают, как выглядело захоронение того или иного периода. Я добавлю от себя, даже если ему 2000 лет. Положение погребенного относительно сторон света можно, конечно, сделать радиоуглеродный анализ. Но все равно уже это сделали за нас. Нам теперь просто остается подбирать аналоги и привязки по времени. Узоры им на горшках дают погребение. Может помочь дать точную датировку каждой эпохи. А вот как они эти точные датировки, кто их устанавливал. И теперь у них все по полочкам разложено. И теперь только остается вот в ту или иную полочку заложить. Сами они ничего не проверяли. Они на доверие. Вот в этой фразе все сказано. Далее. Тела в естественных позах. Большинственную иногда, когда над могилой закладывали деревянные перекрытия, после его истлевания земля просаживалась и ломала, деформировала кости. То же самое случалось, если захоранивали подбои. В последствии я вам покажу другие раскопки, другие скелеты, как они ломались и деформировались от того, что проваливалась вот эта земля. Это можно сказать, что да, вот обваливается и ломает, деформирует кости. Но мы посмотрим раскопки, где очень странно деформированы кости. Это в Нижнем Новгороде. Да здесь это то же самое. Нет, это именно курган. Беда в том, что в сарматский период насыпали невысокие курганы. А тут еще надо помнить о природных факторах. За 2-3 тысячи лет он просто растекся. Вот он искренне верит в эти 2-3 тысячи лет. И все. Нет никаких доказательств. У них есть аналогии. И то, что до них вот эта наука, археология, которой всего лишь 100 лет, они за 100 лет уже пришли к определенным выводам. Даже не определенным выводам. Они так решили. Они написали свои труды. И теперь все, кто что-либо находит, они обязаны просто в эти ячеечки закладывать, вот все рассовывать по этим ящичкам, которые уже написаны кем-то до них. И никто этого опровергнуть или перепроверить, или даже задать вопрос, потому что это уже гуру признанное. Все. Все. Забронзавели, что называется. Ну вот нам остается просто на доверие. Работает целая индустрия. И нам всем, народу, населению. Нам просто на доверие надо вот это все принимать и не вякать. Я так понимаю. Из комментариев по городу Вильнюс. Пару лет назад в Вильнюсе, в Литве, в центре города, во время земляных работ, во дворе старого XIX века дома, с заваленным первым этажом, были обнаружены останки молодой женщины. Самое интересное, что женщина была в вертикальном положении, прижата к стене дома и молодая. Глубина около 4 метров. Предполагаю, что поток грязи прибил ее к стене и утопил. Комментатор прислал ссылку на этот дом. Вильнюс, дом 7. На это место, где, по всей видимости, обнаружили останки молодой женщины в вертикальном положении на глубине 4 метров. Вот эта улица, вот этот дом. Ну и что мы видим? Да, действительно старые строения, засыпанные этажи. Несмотря на то, что здесь есть уклон, этажи засыпаны равномерно. Это, кстати, повторяется во всех городах. Поэтому никто ничего не выравнивал. Просто вот эта глина или месиво, или селевое, это было довольно густое. Оно растекалось и заполняло довольно быстро, застывало, по всей видимости. Это, наверное, очень стремительно было, поэтому так много людей погибло. Поэтому так много останков. И останки именно прибиты. Вот где-то здесь, по всей видимости, я так полагаю. То, что используется второй этаж. Высокие окна. Предполагаю, что это для высоких людей дома делались изначально. Возможно, изначально дома были вот этой высоты, плюс туда еще вниз 4 метра. А это уже, по всей видимости, как раз надстрой 19 века, по которому датировскую дают обычно домам, по надстроям. Вот где-то шла себе женщина по улице, и возникла эта ситуация с глиняным потопом. По всей видимости, это все-таки было как-то неожиданно. Вот еще один сюрприз из Нижнего Новгорода. Археологические раскопки. Причем у меня нет никаких… Не подумайте, что я хочу какие-то претензии именно археологам сказать. Это честные люди, которые в большинстве своем, именно честные люди, которые просто выполняют свою работу и говорят то, чем мы их научили, потому что они даже предположить не могут, что история могла быть иной. Вот как заложена программа в институтах, на кафедрах, так они все в это свято верят, как большинству многие люди. Они просто не понимают, что история глобально обманута, все человечество обманута. В это настолько сложно поверить. И вот давайте посмотрим, что здесь нам преподносят раскопки из центра Нижнего Новгорода, в Нижегородском Кремле. Работа археологов в Нижегородском Кремле больше напоминает съемки исторического фильма. Однако с кинематографом здесь нет ничего общего. При изучении места, на котором планируется восстановить храм Симеона… Я сразу останавливаюсь, потому что мне важно показать, как лежат именно останки, потому что их считают естественными останками, которые просто найдены. Но если мы посмотрим, вот он костяк. Если руки здесь как бы перекрещены, вот эта кость лежит уже в отдалении, но, допустим, от времени, от грунта, от тяжести грунта, это просело. Вот здесь какой-то костяк, а вот это, что кости здесь делают, это ноги. Это что, под голову вот так вот они легли? Это просто один труп, сверху другой. А где следующий костяк? Вот где дальше продолжение? Мы видим, что он был положен на другой костяк. Вот там он виднеется. Крупника археологи наткнулись на монастырское кладбище. Здесь хоронили нижегородцев в 17 веке. Монастырское кладбище. Вот раскопали стенку в монастыре, которую взорвали, как они говорят, в 23 году. И здесь они раскопали кладбище. Предполагали, что встретимся хотя бы с единичными захоронениями, потому что традиционно, как вы знаете, церкви приходские, монастырские сопровождаются ими. Но они совершенно не предполагали, что встретим некрополь, на котором погребения в относительно короткое время совершались столь интенсивно. Захоронения в относительно короткое время совершались столь интенсивно. У них нет сведений об этом. Они наткнулись на это, ну, случайно. Может быть, что-то были какие-то предположения, но они не ожидали такое количество останков найти. Столь интенсивно. Тем более, что никаких известий в письменных источниках именно о расположении здесь такого некрополя, в общем-то, нет. Известий, неисточников о том, что здесь такое количество останков, нет. Это был сюрприз. За три месяца на небольшом участке между Зачатевской и Ивановской башнями обнаружено 136 погребений. Это пока 136 погребений. А в дальнейшем уже они написали, в статье мы посмотрим, там уже 300 погребений нашли. Это только то, что вот они откопали, нашли. Мы видим останки сооружения какого-то вот поломанного, покореженного. Здесь что-то было. Все это. Ну, если это было взорвано, то да. Среди гостей находят нательные крестики. После изучения... Насчет нательных крестиков я не знаю, не видел, но я хочу сразу обратить внимание на именно останки. Вот здесь виден скелет, который непонятно как-то закручен, если вот ноги у него там дальше уходят. Младенческие скелеты. Вот, по-моему, два или три тут младенца. Отдельный череп, отдельные кости ног, костика остального нету скелета. Вот ноги. Вот эти все как бы вот лежат в одну сторону, а вот этот труп был брошен так. Просто там он торчат, какие-то ноги. Вот они, кости отдельные торчат. Это что, погребение? Это погибшие люди просто. Это братская могила какая-то. Останки захоронят на высоком скелете. Еще раз. Тоже смотрим. Вот погибший человек. Допустим, он умер. Его похоронили без ничего. Вот этот вот голова как бы на кирпиче. Они сделали предположение, что это под голову клали кирпич. А вот эти кирпичи здесь в таком состоянии тоже откапывают. Это говорит о том, что это все взорвано, что это разрушение какое-то было. Люди погибли от этого. Потому что вот следующий костяк, который идет прямо под череп, без одной ноги. Нога куда делась? Вот тут же еще один костяк лежит. Они лежат, в общем-то, хоть в одну сторону положены, но они лежат хаотично. Их вот как будто складывали просто и засыпали. Вот складывали туда, где вся эта разруха между камней, между вот этими разрушенными стенами, кирпичами лежат эти трупы. Число захоронений, скорее всего, увеличится. На раскопке на месте продолжится до зимы. Сотрудники экспедиции признаются, что... Опять мы видим отдельные лежащие ноги, отдельные кости. Вот это детские скелеты. Это вот кости от взрослого человека. Отдельные кирпичи, они валяются. Отдельные черепа. Вот ноги, а вот череп. Это что за сохранение такое? Это чем-то разрывало людей. Они погибли от чего-то. Некоторые скелеты, похоже, что они сожжены. Мы потом посмотрим. Вот отдельные кирпичи тоже валяются. Здесь виднеются кости. Вот опять, вот та же самая фотография. Мы видим, как они хаотично лежат. Без ноги, костяк человек. Отдельно что-то собирают. Уже косточки какие-то отдельно собирают. Хоть аккуратность. Некоторые найденные кости буквально перемолоты. Говорят, это произошло из-за тяжести грунта. Буквально перемолоты. Говорят, это произошло из-за тяжести грунта. Вот другая заметка. Об этом же раскопе, пожалуйста, уже более трехсот захоронений обнаружили. Ученые в Нижегородском Кремле. Естественно, все эти вот уже 16 веку, 18 датируются. Что было здесь? Симеоновский монастырь. Но про захоронения-то они ничего не знают. Они знают, что упоминался Симеоновский монастырь. Некрополь насчитывает более трехсот захоронений. Среди погребенных есть монахи и священнослужители. Им клали кирпичи под головы. Много детей грудного возраста, а также взрослые 30-35 лет. Уничтожил его большой пожар в 1715 году. А спустя почти 30 лет на этом месте заложили каменный Симеоновский храм. На этом месте заложили, но не закладывают на месте кладбище, на останки, никакие храмы. Этот либо храм был раньше, либо эти захоронения позже. Потому что им нужно как-то вписать эти даты и эти останки в эти даты. Потому что стены не ставят на пустоты. Понимаете, никакие фундаменты не ставят на пустоты. Вот эта вот глупость написана. И много детей. То есть молодые люди, матери, женщины, мужчины, женщины 30-35 лет. Какие монахи? Если храм был построен после некрополя. Кто сказал, что здесь монахи? Вот с чего они взяли, что это монахи? И еще одна. У нас есть возможность обнаружить новые костяки. То есть изучить население Нижнего Новгорода 18 века. Не потерять безвозвратно свидетельство ушедших эпох. Вот тоже неизвестно. Вот уже 18-го. Сначала говорили, что 14-го века. Вот сейчас 18-го. Возможно, это 19-го века. Сейчас еще одна статья с фотографиями. Еще раз посмотрим, как этот некрополь. Как лежат там эти костяки несчастные. Погибших этих людей, молодых. Вот он. Нижегородский некрополь. Древние захоронения обнаружили в Кремле. Все ссылки будут даны в описании на эту статью. Опять они говорят, 1715 год. На этом месте был деревянный храм. Но потом он сгорел. На его месте возвели камень. Но у них нет никаких известий. Но они говорят про это. Фрагменты стен и фундамент. А также более 140 сохранившихся погребений. Ну, уже 300 мы знаем. Ну, давайте теперь посмотрим просто на эти погребения. Вот раскапывают. Костяк нашли. Вот уже торчит кость. Тут же раскопанный, чуть на другом уровне. Еще один костяк виднеется. Тазобедренная. Вот кость, сустав, нога. В грунте все это находится. Вот фрагмент, видимо, кладки какой-то. Или что здесь непонятно. Кирпичное. Все остальное просто вокруг. Вот люди погибли. Они просто вокруг тут. Вот в этом грунте. Это что за захоронение? Это просто вот заваленный череп. Докопались до него. Пожалуйста, характерная картиночка. Костяк. Костяк. Вот, допустим, голова. Что с ногами-то у него? Вот это чья нога? А вот это чьи головы сложены сюда? Ведь они их только откапывают. Вот торчит чья-то кость. Вот еще черепа. Вот еще кости торчат. Вот здесь вот это тоже кости торчат. Вот еще. Вот так вот. Это что такое? Это что за захоронение? Вот там они. Это просто уложено, да, преодолимое. А головы почему? Где у них скелета у этих голов? Это просто отдельные головы. Оторванные они что ли? Непонятно. Это оползень так сделал? Это же все. Вот они вот только это откапывают. Это так и было. А где скелеты от этих голов? Почему эти головы вместе? Кто-то сложил просто сюда вместе. Голова. Вот еще тоже характерно. По всей видимости, женщины, не женщины. Перемолотые ноги. Да, перемолотые кости. Вот еще кости чьи-то торчат на другой высоте. Посмотрите. Они друг на друге лежали. С этой, возможно, женщиной вот три младенца лежат. Вот еще младенческие кости. Может быть, более крупный скелет. Что у них с ногами? Вот здесь не перемолотые, а здесь у них, значит, перемолотые все ниже колен ноги. Ноги все переломаны. Что там с ними делали? Вот детские еще кости. Что это за трагедия? А вот здесь с общим скелетом еще от ноги кости. То есть просто фрагмент ноги. Вот они тоже фрагмент. А где сами скелеты? А вот похоже на череп. Вот еще кости торчат. А рядом какая-то стена. Вот вдоль стены это все. И то ли их положили, сложили, присыпали. Трудно сказать, что это такое вообще. Вот они с другого ракурса. Опять кости какие-то находят. Их просто закапывали. Останки. Вот руки, ноги, головы отдельно. Отдельные кости, фрагменты. Кость. Вот ребенок-младенец. Здесь поломные косточки его. И обгоревший конкретно просто обугленный скелет. Голова не сильно здесь непонятно. А скелет он весь просто вот зола. Еще высказываю версию, что после ядерного удара города засыпали глиной вместе с останками. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас я хочу поведать еще один сюжет по раскопкам Ростова-на-Дону, одной из старых улиц. Ссылку на видео прислали зрители. Археология раскопки могильника Меотов в Ростове-на-Дону. Ну вот впервые услышала про каких-то Меотов в Ростове-на-Дону. Видео длится 15 минут. Все я, естественно, говорить и комментировать не буду. Прокомментирую только отдельные моменты, которые как раз вот подытожить, что ли, наш разговор. Уже четвертый фильм по раскопкам в разных местах. В Астрахани, Пскове, в Вильнюсе, в Нижнем Новгороде. И вот Ростов-на-Дону. Интересно здесь также и комментарии. Ссылку на это видео я оставлю. Вы можете посмотреть его полностью. Обсуждают то, что это не глиняный поток, а это просто захоронение, которое вот оказалось на пути улицы. Улицу построили прямо на захоронении. Очередное утверждение от археологов. Причем говорят они настолько убедительно. Я говорю, что они запрограммированы на это, что никаких претензий к ним в этом смысле нет, потому что, наверное, люди не смогут иначе работать в этой профессии в сегодняшний день. И здесь еще вот есть. Так, а где надгробие? Это явно не могилы. Если посмотреть видео, многие вопросы типа такого отпадут сами собой. Ну вот как раз мы и посмотрим видео, фрагменты. На его поверхности здания и улицы города Ростова-на-Дону. То есть город строился на кладбище, на погребениях, и никто об этом не знал, по всей видимости. И, собственно, о том, что здесь городище и могильник знали, но практически прежде оно не исследовалось. Только в 50-х годах было исследовано несколько погребений при строительных работах. Исследовалось несколько погребений при строительных работах. Мы видим прямую большую улицу, и вдоль этой улицы ведутся раскопки. И, соответственно, сейчас появляется уникальная возможность исследовать большую выборку погребений этого, микрополя этого городища. Ну, некрополь – это по-гречески буквально город мертвых. Ну, если применительно к античному миру, это выражение имеет определенный смысл, потому что там город с регулярной планировкой улиц, кварталов, и рядом, собственно, кладбище, которое тоже структурировано, имеет надгробие, ровные улицы, ряды. Оно четко обустроено. То применительно к могильнику меотов мы используем это определение. Оно научное, правильное, некрополь. Но, в принципе, здесь не такая строгая планировка. Вы видите, что они не идеально расположены друг относительно друга. Не идеально расположены. То есть это не кладбище. Вот в том понимании, как обычно мы его понимаем. Здесь нету ровных рядов, нету ровных захоронений. Между ними разное расстояние, но при этом их довольно много здесь. То есть они выстраиваются в определенные ряды, хотя и не очень четко построенные. И, собственно, мы здесь видим, что в пределах одного городского квартала помещается несколько десятков древних погребений, о которых мы раньше не знали. То есть все-таки раньше об этом не знали. Они находились, собственно, под городским... под слоем асфальта, древней старой брусчатки, и, собственно, по ним прокладывали трубы, кабели, и никто не пытался их исследовать полноценно. Сейчас мы находимся в городе Ростове-на-Дону, на улице Станиславского, где происходят реконструкции, реконструкция улицы, и поэтому широкомасштабные раскопки. Это памятник археологии, городище и могильник первого и третьего веков нашей эры. Первого и третьего веков нашей эры. Опять-таки, ну, практически две тысячи лет. Здесь жили древние племена миотов. Древние племена миотов. Вот впервые слышу про миотов каких-то. Вот уже миоты появились. Наиболее древний городской слой, который находится поверх могильника, это слой брусчатки. Это мостовая конца 19-го, начала 20-го века. Брусчатка конца 19-го, начала 20-х веков. Здесь мы видим опять слои глины. Вот там вот из-за хранения здесь слои глины. И поверх этой глины брусчатка. Они ничего об этом не знали. Узнали, по всей видимости, случайно, когда стали перекладывать трубы. Как и сегодня, находят эти останки совершенно случайно, когда начинают какие-то коммуникации прокладывать. Это и в Москве, и другие в Туле находят. Вот эти останки, про которые никто ничего не знал. Но, тем не менее, в каждом археологическом месте археологи подтягивают все эти находки под имеющееся описание, под свои вот эти ящички. И говорят это все безапелляционным тоном, вот своей уверенной, полностью своей правоте. Вот железно. Железно – это так, и ничего в этом особенного нету. Что находят останки прямо посреди улицы. То есть люди ходят по улице и ходят по останкам. Мы говорили и в других фильмах, что мы фактически ходим по костям. В каждом городе, вот под этими слоями глины, вот эти бедные люди, попавшие под раздачу. Но в этом как бы нет ничего особенного. То есть это было другое население, оно жило 1700 лет назад. То есть они не связаны прямой преемственностью с городом. 1700 лет назад. Древний могильник. Люди могут ходить сверху по мостовой и не осознавать, что они идут по истории, которая отдалена от них на 2000 лет. Опять у нас 2000 лет. Здесь покоится, ну, чтобы было понятно, современник Иисуса Христа. Или, возможно, он жил чуть позже. Вот там уже странненький такой скелетик. Ну, слушаем дальше. Соответственно, здесь остальные погребения, они 2-го века нашей эры, 3-го века нашей эры. Часто человек, он не осознает, какая это древность и что это. То есть если спросить его, а что это такое, чтобы он наглядно мог представить, ну, наверное, многие смотрели кинофильм «Гладиатор» голливудский, и там был такой персонаж, как император Марк Аврелий. Соответственно, он жил во второй половине 2-го века нашей эры, и мы можем себе наглядно представить современников этих людей. Вот теперь я хочу обратить внимание, как рисуют картинки. Вот жил Марк Аврелий, вот примерно так они выглядели. Картинки уже подготовлены, всё подготовлено во второй половине 19-го века. Их этому обучили. Они в это искренне верят. И этот человек тоже, он говорит, он верит в то, что он говорит. Он ничего не придумывает, он действительно так считает. Поэтому их, вот я говорю, их нельзя обвинять. Это все наши люди, они в таком же заблуждении находятся, как и мы все. Они не смотрят новыми глазами, новым свежим взглядом. Они говорят то, чему их научили, как их запрограммировали. Нас всех вообще-то запрограммировали, абсолютно всех. Мы постоянно в своих комплексах находимся. И мы мыслим именно теми шаблонами и программами, которые в нас заложили. И сейчас нам приходится это всё вытаскивать из своего подсознания и пересматривать, перетряхивать, то есть проводить такую интеллектуальную инвентаризацию. Особенно то, что касается нашей истории, потому что мы уже убедились в том, что она вся переврата. Но вот таким образом картинки и дают учёные, историки, археологи, те люди, которые считают себя учёными, они себя именно считают учёными, они считают себя гуру и считают, что только они имеют право говорить на эти темы. А то, что это касается именно народа, и именно народ имеет право говорить на эти темы и особенно спрашивать с товарищей учёных за то, что они нам, так сказать, приносят на блюдечке с голубой каёмочкой. То есть сведения античных авторов, они очень отрывочны об этих людях. То есть они много писали римляне о римляне, греки о греках. Вот опять-таки они искренне верят, что вот эта датировка их верна, и поэтому они уже в эту античность, то есть это античность 2000 лет назад. Они хотят изучать, они будут изучать и говорить, что это именно античность. Меоты там какие-то вот жили в античности, города здесь не было, ничего здесь не было, но была здесь античность. Они всё, они уже это вот застолбили это в своей собственной голове. Все вместе, причём это, ну, как и грегоры такие, матричные. Но люди далёких земель, такие как вот Скифы, Сарматы, Меоты, они их занимали мало, и информация из письменных источников, она фрагментарная. Вот опять-таки информации-то и нету, по сути. Её вообще нету. Фактически вот во всех интервью, которые мы смотрим и разбираем, они признаются косвенно, даже не понимая того, что они признаются, что информации-то нет никакой. Это всё по аналогии делается. Вот им представили такую аналогию? Им ящички эти поставили, циферки на каждый ящик поставили, и вот на каждую полочку своя информация, и всё, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Никуда сдвинуться нельзя, запрограммировано, оцифровано вся информация, всё. Вот шаблоны, вот шоры, коридор такой узкий, коридор сознания, и дальше уже никуда они не смотрят. Они искренне идут по этому коридору. Они считают, что это 2000 лет. Вот они раскапывают, они говорят, что это 2000 лет, всё. Потому что, по всей видимости, уже написаны труды про это где-то кем-то, каким-то гуру. Возможно, это где-то уже в энциклопедиях, или в учебниках, в институтах. Может быть, тот, кто это написал, преподает до сих пор. Какой-нибудь там академик. Академик, попробуй его сдвинь. Только мы, люди свободные, народ, мы можем об этом говорить, потому что это наша земля и наша история. И мы больше не хотим никакой лапши. Мы хотим разобраться в этом во всём, что мы и делаем. Зато археологическая информация даёт нам массу сведений, которые мы другим путём не получим. Мы видим их посуду, видим их утварь, чем они пользовались, как жили, до скольки лет жили, чем болели. Собственно, мы можем понять, что у них была высокая детская смертность, потому что была плохая медицина в то время. Вот плохая медицина была в то время. Неизвестно, что было в то время и вообще, что это за время. Но они уже знают, что была плохая медицина. Что была за детская смертность, непонятно. Это шаблоны общие. Была, сказано была, большая смертность детская и плохая медицина. Значит, это так. А то, что смертность могла быть обусловлена чем-то иным, это, естественно, уже не входит в круг понятия археологов. Можем понять, что немногие доживали до старости. Можем понять, что они тяжело трудились физически, что, допустим, ели грубую пищу, потому что у них сильно стёркты зубы. А вот многие скелеты находят именно с идеальными зубами. И мы это уже видели. Многие костяки, где зубы в порядке, в полном, то есть полный род зубов. Насчёт зубов. В связи с этим я хочу прочитать ещё один комментарий. Станислава, у меня есть интересная инфа. Но для начала спасибо вам, почему мне нравятся каналы и видео. Соответственно, нет интуитивного отторжения. Чувствуешь, что вы копаете, в отличие от наших чудо-археологов, в правильном направлении. Так вот, когда я был маленьким, а это было 30 с лишним лет назад, я лето проводил в деревне. Именно в глухой деревне у родственников. И до сих пор помню страшные кадры. В нашей деревне стояло на древнем захоронении. С неестественно большими черепами. Или мне так казалось, ребёнку. Приехали люди из города с экскаваторами и рыли траншеи. Прямо вдоль старых деревенских изб. Опять вот вдоль улицы получается. В данном случае деревенская улица. Которые стоят уже больше ста лет. Вытаскивали груды черепов, ломаных костей. Мы дети смотрели на них. Я хорошо запомнила. Очень большие, как мне казалось, черепа. И у всех идеальные зубы. У наших деревенских стариков зубов не было. А там полон рот зубов. Но скажите, кто будет строить дома прямо на кладбище? Да не кладбище это было, а братские могилы какие-то. И ни одежды, ни гробов. Просто груды черепов. Что, собственно говоря, мы и наблюдаем. Вот при этих раскопках. То есть слушаем. Скажем, Васька, слушай, это ест. Мы слушаем в одно ухо и смотрим своими глазами. Уже новыми глазами. Проснувшимися глазами. Мы смотрим именно. И видим то, что есть на самом деле. А не то, что комментируют археологи. Мы здесь видим погребение, совершенное в катакомбе. Тут ситуация несколько необычная, обусловленная городскими условиями. То есть, собственно, в древности это погребение было глубже. Около двух метров, возможно, еще глубже. Но так как под городскую улицу была произведена срезка грунта, соответственно, сейчас оно находится неглубоко. Прошу обратить внимание на эту сложность. Это входной колодец. Вот здесь прокапывали сперва вход. После этого это достаточно неудобно. Вероятно, это мог выкапывать достаточно субтильного телосложения человек или же подросток. От оригинальной камеры осталось дно. А верх, ну это мы просто выбрали грунт для удобства работы. То есть, они просто выбрали грунт для удобства работы. А кто сказал, что это камера была, и что ее кто-то прокапывал? Вот пока это непонятно. Вот они это говорят, что они это видят, но совершенно непонятно, каким образом они это видят. Вот мы это не видим. Они подкапывают под эти останки и говорят, что это камера. Подозрительно. Это все-таки скелет. Какой-то он очень маленький. То ли это ребенок, то ли кто это. Соответственно, здесь лежит, ну, вероятно, подросток. Антрополог скажет точнее. Судя по инвентарю, это, наверное, мужчина. То есть, у него миска, кувшин, кинжал. Очень сильно коррозированный железный кинжал. Стеклянная бусина. Опять-таки, вы смотрите, как интересно. Просто положено здесь вот еще какие-то кости. Каким образом они здесь оказались, вот эти кости, если это было погребение? А, это нога шла. Так, понятно. Вот это вот, это согнутые ноги. Скорее всего, человек упал. Он находится в слоях чистой глины. Опять-таки, мы видим, что это глина. Вот они ее подкапывали, тыкали ее чем-то острым, чтобы вот аккуратненько, чтобы не зацепить. Если там еще какие-то находки будут. Но, тем не менее, это очень странное погребение. Может быть, и шел с чем-то этот человек. Может быть, это мужчина. Может быть, не мужчина. Трудно сказать. Еще раз хочу обратить внимание на то, как лежит скелет. Он как бы на полубоком лежит, на боку. И ноги согнуты у него. Или уже мертвый был, и глина его тащила вот таким образом. Ну, трудно сказать. Мы можем получить статистику о продолжительности жизни, о смертности, о особенностях обряда, о том, что они предпочитали в одежде, в утваре, об их вкусах. Потому что информации письменных источников не всегда достаточно. А по этим людям ее вообще мало. Мало или ее вообще нет. То есть, они ничего не знают, потому что в самом начале передачи эта фраза проскочила. Они не предполагали об этом могильнике. Вот опять-таки, чистая ровная субстанция, глина. Никаких примесей, никаких слоев, никаких наслоений. Вот чистая ровная глина, как и везде. Здесь мы видим катакомбное погребение. Мы находимся здесь в городской черте, и около метра грунта сверху было срезано. Соответственно, мы можем представить себе ее прежнюю глубину. То есть, это около трех метров. Это достаточно глубокое погребение. Вот достаточно небольшой входной колодец. И потом в торце его выкопана уже длинная такая углубленная погребальная камера. Копать ее, видимо, было и в древности очень неудобно, сложно. Чем обусловлен этот обряд, тоже нам сказать сложно. У нас на одном могильнике есть разные погребения. В катакомбах, подбоях, в простых ямах. То есть, они сами понимают, что это действительно очень сложно копать. Потому что, во-первых, если это три метра грунта, как вот только что сказал археолог, если человек копает на этой глубине, а где гарантии, что на него это все не обрушится, его не закопает? Вот они, когда сами говорят, они не понимают, что это невозможно. Попробуй сейчас зайти на эту глубину и прокопать. Даже на глубине двух метров, да даже метра. Попробуйте прокопать вот эту катакомбную, как они говорят, могилу. Кто-то копает узким входом, и потом туда запихивают этот труп, получается. А им просто в голову не приходит, что это все могло быть засыпано. Поэтому они подгоняют под то, что это катакомбная, еще какая-то культура. Они не могут понять, не могут объяснить традицию, потому что это не традиция. А прямо сказать, что это вот просто глиной завалило людей, может быть, трупы уже, которые остались, вот это все завалено, этой чистой глиной, они сказать не могут. Просто не могут, потому что им придется это признать, что это какая-то другая какая-то катастрофа, о которой они ничего не знают, и им ничего в институтах не рассказывали. Собственно говоря, как и нам всем. Опять мы видим, что везде чистая глина. Ни растений, ни каких-то остатков этого культурного слоя, ни каких-то вкраплений. Или как вот если бы это заносило год за годом, тысячелетиями, столетиями, как они говорят, это 2000 лет назад. Здесь должны были быть слои, а их нет. Это просто чистая структурная глина. Основной объем грунта выбирается лопатой, а дальше пойдет расчистка мелким инструментом. Только это не основной объем грунта, это не грунт, это глина. Здесь мы видим погребение, совершенное в подбое. То есть вначале выкапывалась прямоугольная яма неширокая. Вот где здесь видно, что выкапывалась прямоугольная яма неширокая? Вот он говорит об этом. Где здесь видно прямоугольная неширокая яма? Вот человек здесь ковыряется ножичком, чем-то острым. Где здесь прямоугольная яма? Ну просто говорится. И потом под одной из ее боковых сторон выкапывалась уже погребальная камера. Собственно, вход в погребальную камеру был перекрыт огромными камнями. Вот мы их здесь видим, они уже сейчас сняты. И в данный момент идет непосредственно расчистка. Огромными камнями. Это вот до... Где они камни эти брали? Возможно, это были камни, остатки от каких-то строений. А я хочу обратить внимание именно на улицу. На всей ширине. И вот вон там, и там, и там везде вот эти остатки. То есть когда оно обнаруживается в светлой, более светлой глине, материковой, плотной. Более светлой, материковой, плотной глине находятся захоронения. Или останки, скажем так. Обнаруживается темное заполнение. Заполнение могильной ямы. И его начинают аккуратно пробирать мелким инструментом. Темное заполнение, я так полагаю, это процесс гниения материи, которой было у человека, его тела, его биологии. Поэтому она, глина немножко другая, она более темная. Этот процесс может быть достаточно долгим, в неудобном положении. Это тяжкий труд. Действительно очень, очень трудная работа археологов. Вот таких копателей очень сложные. Это действительно тяжкий труд. Это правда. Могут быть таким образом обнаружены и не пропущены предметы. Обратите внимание, вот предмет, а то, что кость рядом обломанная лежит, обломок кости без ничего. Про это археолог не говорит. Обнаруженные они оставляются на своих местах, чтобы мы видели их взаимное расположение. Вот, то есть они откапывают, вот эта кость лежала, и она на своем месте. Вот как лежала эта кость, и что она там делала отдельно? И какая-то катакомбная культура, и что там за захоронение, вот эта обломанная, причем такая страшно обломанная кость. Это вот переломано чем-то. В наших условиях очень часто в почве истлевает ткань, одежда, ну, по расположению бисера, каких-то мелких элементов обшивки одежды. Можно примерно представить вот ее покрой, ее... Вот, кость обломанная, вещичка какая-то лежит. Вот каким образом они вместе оказались? А то, что кость отдельно от остального костяка перемолотая, про это молчок. И, соответственно, бывает, допустим, от шкатулки все истлевает, но остаются металлические детали, замка, оковки уголков. И мы, соответственно, можем представить, что это был за предмет. Фотографии либо еще не было, либо она была столь сложна технически, что вариантов фотографировать что-то еще не было. И часто погребение расчищалось и зарисовывалось. Зарисовывалось иногда очень тщательно, иногда небрежно. Вот, обратите внимание, он хоть и говорит, почему он говорит, что грунт срезали, но вот эту глину срезали, когда делали дорогу, потому что это все не глубоко лежит. С одной стороны, одни погребения лежат, одни костяки лежат очень глубоко. Мы видели на глубине, там двух метров могли сжать или трех метров. А здесь он прям совсем близко от земли находится. Посмотрите, вот хочу обратить внимание именно на этот костяк. Обратите внимание, во-первых, тоже какой-то это или ребенок, или подросток. Посмотрите, каким образом нога расположена и что с рукой. Посмотрите на кисть руки, она судорожена, цепляется, и это крик. Это просто ужас какой-то. Вот человек погиб, и у него вот так вот скрючены пальцы, и рука отодвинута. Здесь вот его что-то прижало, зажало, здесь нога вот тоже, наверное, прижата, развернута, и вот таким образом. Или завалило его, или он выкарабкиваться пытался. Но это не очень далеко, не очень глубоко от поверхности. Я хочу обратить внимание, опять-таки, что это все среди домов, все эти погребения находятся. Вот еще ближе этот костяк, полный рот зубов, молодой какой-то человек, и вот еще раз эта кисть. Отодвигал, наверное, эту глину. Кстати, все все ребра тоже переломаны. Да, позвоночник где-то как-то сохранился, но ребра переломаны. Сказать, что это от вот такого грунта, ну, может быть. Хотя он здесь действительно невысоко. Ну, казалось бы, он лежит несколько странно, да, у него рука чуть отставлена, нога чуть согнута, голова, челюсть откинута, голова запрокинута на бок. Но это положение уже посмертное, потому что голова могла быть на какой-то органической подушке. Подушка истлела, и, соответственно, голова завалилась таким образом. Ткани истлевают, то есть нога могла тоже рухнуть в сторону, рука тоже. И надо не забывать, что это была глубокая и узкая яма. Укладывали его не в гробу, а просто так, на какой-то подстилке, и, соответственно, объясняется вот эта рука в процессе укладывания. То есть археолог тоже говорит, что выглядит странно, но они это себе объясняют, что ткани истлевают, что его положили на какую-то подушку. Вот, а в кургане, так называемом кургане Астраханском, там череп вот так вот развернут, и там сказали, что он лежал на подушке. И подушка, вот он так и остался, потому что подушка истлела, а череп так и остался. А здесь археолог правильно говорит, что да, череп, если бы он действительно лежал на какой-то подушке, он мог бы запрокинуться, потому что подушка истлела. То есть здесь он говорит правильно, а там они объясняют вот это ненормальное положение головы по отношению к скелету, к самому, тем, что вот была подушка, здесь подушка истлела, а там она тоже истлела, но здесь череп завалился, а там он наклонился сюда. И вот они таким образом объясняют вот это ненормальное положение скелетов, то, что это не погребение, а какая-то катастрофа, Что люди просто погибли в результате какой-то катастрофы. Вот опять она чистая, вот эта глина. Их просто затапливала эта глина. Еще, 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 еще смотреть и изучать вот эти раскопки. Изучать вместе с ними, смотреть, что они показывают. Потому что кто-то погиб именно от глины, а кто-то уже был погибший, и его просто несло этой глиной. Для полноты картины улица Станиславского, Ростова-на-Дону, я хочу вам показать еще несколько фотографий. Работы по реконструкции начинают обретать видимые очертания. Я не знаю, только это после раскопок или это до раскопок. Но якобы дома 20 века, и в основном дома пострадали от ковровых бомбардировок в 1942 году, немецких бомбардировок. Но вот конкретно по этим фото видно, что эта улица старая. Если дома пострадали, то могли остаться вот эти острова, их потом восстанавливали. И мы видим, что здесь закопаны окна. То есть там вот туда этажи. Вот таким образом выглядит эта улица. Жители, конечно, мучаются, пока идет эта реконструкция. И вот тоже здесь совершенно непонятно, это до раскопок или после раскопок. Но видно, что откопали улицу. Вот такое ощущение, что она была вот где-то по этот уровень закопана. Да, это очень старая улица. И здесь нагромождение разных разрухи и надстроев. Возможно, здесь дом был полностью разрушен, его построили после войны. Вообще, такое впечатление, что после Великой Отечественной войны, вот по крайней мере, какие-то улицы Ростова так и не были полностью восстановлены. Вот так передвигаются. Видно, что это очень старая кладка. И она была тоже закопана. Вот судя по вот этой границе, вот таким образом как-то это шло. Вот это все откопали. И вот сейчас народ бедный ковыляет по вот этой грязюке. Потом это все засыпают, выравнивают. Но тем не менее, вот еще такая разруха где-то как-то оставалась. По всей видимости, это не смогли восстановиться после войны. Очень разрушительные войны на территории России были. Интервенция. И геноцид за геноцидом населения. Что там говорит про русофобию, когда Россия просто русским людям просто спокойно жить не дает одному поколению в 20 веке. Вот еще фрагмент старых домов. Очень старых. Это тоже последствия войн. Когда на том, что остается, пристраиваются, что можно, что есть под рукой. Поэтому такие здания получаются. Бедная наша страна. Не дают людям житья. Не дают. Разрухи разрушают. Приходят со своими войнами побомбить, поубивать, побомбить, поубивать. Итак, если это улица Станиславского или какой-то кусок или фрагмент этой улицы, то она точно так же закопана. Вся это видно по вот этим окнам. Если где-то здесь проходил раскоп. И вот на протяжении этой улицы получается, что там лежат вот эти костяки. Неотов каких-то. А вот она у нас, улица Станиславского. Где-то здесь, по всей видимости, были раскопки, я так предполагаю. Ну и вот как-то так тоже шли люди. По всей видимости, их вот этим глиняным потопом и завалило. Поэтому, как оказались, вот подросток завалился. Вот еще один. Вот там мужчины, женщины. Как попало. Вот как шли люди по своим делам. Кто-то вот так вот стоял. Где кого, что называется, застало. Если они были живы в этот момент. Если перед этим не было ядерного удара. Потому что то, что могли засыпать глины уже остатки после ядерной бомбардировки, а следов этой ядерной войны очень много на планете Земля. И именно она попадает вот в моменты 18-19 века. То есть, возможно, их было несколько таких каких-то войн. И воронки, и сухие, и круглые озера, и разрушения, и брандмауэры там, где не было Великой Отечественной войны. То есть, на это списать невозможно, что в 19 веке на территории Сибири, Дальнего Востока, там не было таких бомбежек со стороны немцев. Поэтому эти брандмауэры каменные могли остаться только после какой-то другой войны. Но тоже не менее разрушительные, а может быть, более разрушительные. И то, что засыпать радиоактивные останки могли глиной, об этом сейчас будет следующий сюжет. Тоже благодаря нашим бдительным соратникам, зрителям канала и участникам наших дискуссий. Потому что нашу группу Искажений Истории прислали ссылку на одну статью. Сейчас мы его посмотрим. Один из факторов, говорящих в пользу того, что глиной завалили города после ядерной войны, чтобы прикрыть и радиацию, и останки погибших людей, животных, говорит следующая статья, ссылку на которую прислал мне в комментариях Сергей Кузьмин. Его текст задался вопросом, почему города засыпаны глиной. Билл поисковик «Глина – защита от радиации» и натолкнулся на интересную статью. Глина обладает наиболее эффективными защитными свойствами против распространения радионуклидов. Причин тому две. Во-первых, глина сама по себе замедляет миграцию радиации. Глина хорошо сорбирует радионуклиды и плохо десорбирует. Во-вторых, глина является слабым водопроводящим элементом, таким образом подземные воды, которые близки к тому, что захоронена под землей, будут мало проникать через такой глиняный замок. Но его толщина должна определяться в каждом конкретном случае с помощью моделирования миграции радионуклидов через глину с учетом различных факторов коэффициент поглощения, глубина, температура и так далее. Все это должно быть в обосновании проекта. Это тот материал, который прекрасно может быть использован для создания защитного барьера, и он хорошо поддается расчетам. Глина – это природная среда, которой существуют миллионы и миллиарды лет и образовалась в результате осадка накопления в океанах. Ну, это уже так большой-большой вопрос. Она действительно по свойствам своим не такая рассыпчатая, как бетон. Да, ее извлекли, но ее структура сохранилась. Если ее уплотнить, чтобы она была неинертная, то она свои изоляционные свойства восстановит. Отказ от бетона в пользу глины. И так далее. Итак, подытожу. Я сделала 4 фильма по раскопкам Астраханского якобы Кургана, Сковских, Паганкиных палат, раскопки в Нижнем Новгороде, в Кремле, раскопки на улице Станиславского, в Ростове-на-Дону, в Нижегородском раскопе исключительно монахи, хотя там останки и младенцев, и женщин, это не важно. В Ростове-на-Дону и в Астраханском раскопе археологи датируют останки разбросанных костяков, отдельных костей, как 2000 лет назад. И следующие следы жизнедеятельности уже скачок в XIX-XX век. Что получается? Между этими 2000 лет и XIX веком нет промежутков в виде культурных слоев. А то, что скелеты с перилмолотыми, вывораченными костями или скрюченными пальцами, это так хоронили. Да-да, это катакомбная культура. Рыли ямку, нишу на глубине 2-3 метра под слоем чистой глины. Узкий лаз, проход. По этому проходу протаскивали труп, запихивали в ямку, уж как получится. Поэтому такие позы у костяков. В одном случае подушка истлела, голова упала, потому что закон тяготения. В другом случае астраханский псевдо-курган подушка истлела, а голова, преодолевая всемирное тяготение, осталась под 90 градусов по отношению к позвоночнику скелета. Это Астрахань. В третьем случае под голову монаху, а как определяли монаха по скелету, неведомо, вместо подушки положили кирпич. И будем дальше гордо делать внимание, что ничего не происходит. Дальше могут быть дальнейшие действия и в отношении не только лишь... Не только лишь раскопок. Какой выход из данной ситуации? Ответит тот же Сократ нашего времени, бессмертная перла которого разобрана на цитаты. Есть четкое понимание данного ситуации, и у нас есть что было, мы об этом говорили, сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем, что делать, какой выход из данной ситуации. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно, познавательно. Надеюсь, что вы узнали что-то новое. Поздравляю вас с первым днем лета. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева.